всем привет сегодня мы будем готовить батон я вам расскажу простой рецепт как его сделать достаточно быстро нам понадобится молоко сливочное масло одно яйцо дрожжи соль сахар и мука продукты достаточно простые наверняка есть у каждой хозяйки в первую очередь нужно молоко 300 миллилитров я беру моему подогреваем ну чтобы оно было чуть тепленьким теплее чем комнатная температура но ни в коем случае не горячие выливаю сюда мы добавляем дрожжи я беру сухие одну чайную ложку вот так прям с горочкой и сюда мы добавляем сахар 2 3 столовые ложки это по вкусу мы это перемешиваем и оставляем чтоб дрожжи поработали нам нужно дождаться чтобы дрожжи пошли с такой шапочкой мы когда шапочка пойдет такими пузыриками значит у нас уже все готово в это время мы разогреем сливочное масло масло мы берем примерно 40 50 грамм если у вас нет весов и или вы не можете сообразить по весу просто визуально возьмите пачку и разделить ее на пять частей у вас получится примерно 40 грамм если пачка 180 то и соответственно делите на четыре части где-то так у меня примерно вот так должно получиться все и этот кусочек нам нужно разогреть в микроволновке но не до горячего а просто чтобы он растаял дрожжи у нас подошли вот шапочка нашу которую мы ждали теперь мы начинаем замешивать тесто нам понадобится соль мы добавляем вот одну ложку так прям богором хорошо сюда разбиваем одно яйцо все это хорошенько нужно перемешать теперь сюда потихонечку подбавляем муку муки у нас уйдет примерно полкило плюс минус то есть ориентируйтесь сами главное это консистенция зависит от качества муки и других ингредиентов поэтому прям дословно точно никто не скажет сколько муки уходит муку размешиваем количество берем такое знаете ждем размешиваем и чтобы тесто получилось ну как на оладушки вот такая консистенция когда у вас получается вот такое тесто теперь сюда мы выливаем наше растопленное масло тщательно все перемешиваем перемешали продолжаем подсыпать муку пока тесто такое но относительно жиденькое мы перемешиваем вот так венчиком или ложкой как хотите как только тесто загустеет мы будем вымешивать его руками вымешиваем подсыпаем муку опять вымешиваем не забудьте обязательно муку просеять тесто вымешиваем пока она не станет совсем гладеньким и не перестанет липнуть к рукам вымешивается он достаточно долго минут 10 вообще любое тесто для хлеба но любит тепло рук поэтому его всегда мешают долго вот такое тесто должно получиться видите оно не тянется оно поднимается вот один прям кусочком не липнет ни к рукам ни к чашке это вот та самая нужная нам консистенция теста теперь мы его оставляем в стороночку накрываем либо полотенчиком либо пищевой пленкой и убираем куда-нибудь в теплое место на час на полтора нам нужно чтобы она подошла и увеличилась ну примерно хотя бы раза в два после этого мы продолжим с ним работать тесто у нас подошло достаем он так хорошо отходит видите вот оно такое должно быть теперь нам нужно его вымесить еще разочек ну совсем недолго буквально минуточку теперь мы тесто делим пополам с этого количества теста у нас получается два батончика первый убираем сначала делаем один батончик вот так в лепешечку и нам нужно сделать такую толстенькую лепешечку можно раскатать немножко толщиной где-то один сантиметр может быть чуть побольше и теперь эту лепешечку мы начинаем так потихонечку скатывать в трубочку вот доходим до того места где у нас шовчик и самое начало начинаем так ущиплять по этому шовчику как вы обычно пирожки или пельмени лепите тесто просто защипываем ничего такого сложного особенного нету защипели и немножко примере это будет у нас шовчик мы перекладываем швом вниз теперь берем противень где мы будем выпекать наши батон смазываем растительным маслом хорошенечко все дно промазываем я к сожалению противень небольшой поэтому не очень удобно если есть противень побольше уберите самый большой все и вот так вот батончик выкладываем просто он немножко полежит он начнет опять подниматься и увеличится в объем просто чтобы две штучки у вас вместе поместились таким же образом 2 батону форму делаем лепешечку раскатываем и скручиваем 2 батончик также укладываем так их ровненько делом чтобы они разошлись но я так чувствую меня не все-таки склеится теперь накрываем полотенчиком пускай они немножечко постоят или пищевую пленку как вам удобно включаем духовку разогреваем ее на 180 градусов пока духовка разогревается батончики нужно поставить опять в теплое место допустим на плиту там очень тепло будет от духовки они должны еще немножко постоять и подойти пока духовка разогреется они уже примут свою нормальную форму нужную нам духовку разогрелась батончики тоже немножко подошли теперь нам нужно сделать в них надрезы такие глубокие как сможете просто возьмите нож такой максимально острый если хотите батончики можно смазать либо яичной смесью будет тогда поверхность глянцевая либо молоком она тогда будет матовая такая как хлебная корочка я вообще ничего не смазываю мне так нравится это в общем на ваш вкус решайте сами еще скажу такой нюанс я не знаю стоит ли его говорить на я делаю воздух в духовке увлажненным то есть вот мы ставим противень посередке как обычно на среднюю полку в духовке а на самой нижней ставлю кастрюльку немножко добавляю туда вот воды и от жары вода испаряется получается в духовке воздух увлажненный на самую нижнюю полочку поставьте если нет возможности но не ставьте как бы все равно потом получится просто когда был влажный воздух корочка более мягкая у вас получится все ставим батончики на полчаса в духовку батончики у нас готовы и когда вы достанете батончики их обязательно нужно накрыть полотенчиком чтобы они остывали у вас под полотенца попробую немножко отрезать понятно что у нас получилось вот надеюсь видно такой мягкий мягкий вот мякиш и корочка такая хрустящая получилось все хлебушек мы накрываем и остывает он у нас под полотенчиком это нужно уже кушать теперь сами испеките надеюсь у вас тоже все получится всем спасибо пока пока